Традиционное планерное совещание в мэрии Волгодонска сегодня началось с поздравлений и наград. В центре внимания присутствующих оказались сразу три чиновника. Зам мэра по городскому хозяйству Александр Милосердов, получивший медаль от МЧС России. Председатель спорткомитета Волгодонска Игорь Батулков, отмеченный министром спорта России. А также директор школы-интерната шестого вида Татьяна Белоусова за победу во всероссийском конкурсе «Лучшее детям». Теплые новости. Предупреждением о надвигающихся холодах вскоре разбавил мэр Волгодонска. Виктор Фирсов оповестил присутствующих о прогнозируемом синоптиками похолодании до минус 28 градусов. Я бы хотел сказать, что у нас сегодня резкое похолодание и ряд 2 или 3 дома сегодня у нас там порыв воды. Я думаю, что устранят до конца дня. Тепло вроде во всех домах есть, да? Да. Как у нас с детскими садами, со школами режим температурный. Соблюдайте. У меня одна к вам просьба. Вот в районе школ надо посмотреть подходы, все посыпят песком. Об итогах призыва на военную службу в 2013 году и подготовке к весеннему призыву 2014-го рассказал начальник военкомата Волгодонска Сергей Поляков. Так, в 2013-м план по призыву на военную службу был выполнен более чем на 100%. В то же время число уклонистов неизменно растет, но 70% из них в добровольно-принудительном порядке все же пополнили ряды российской армии. В связи с этим, по словам Сергея Полякова, в скором времени в военном билете появится графа, в которой по решению соответствующей комиссии будет ставиться отметка о том, что человек уклонялся от прохождения военной службы. Серьезной проблемой у нас остается по-прежнему это розыскные мероприятия. Мы проводим их не только в период призыва, а проводим круглогодично. В настоящее время пытаемся разыскать тех призывников, которые 68 человек. Это у нас длительный розыск из года в год.